Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 мая. Память святого юродивого Иоанна, устюжского чудотворца. Блаженный Иоанн родился от благочестивых родителей от отца по имени Саввы и матери Наталии в окрестностях великого города Устюга, в селе, носившем название Пухово, и расположенном по ту сторону реки, называемом Сухоною, где находился древний город Устюг. С юных лет он обнаружил необыкновенное воздержание, по средам и пятницам он ничего не ел, а в прочие дни питался только хлебом и водою, причем ночи всегда проводил без сна в молитве и всегда ходил с грустным и жалостным лицом. Так что те, кто видел его, думали, что он не в полном уме. Так блаженный отрок поступал всегда, и мать его много раз убеждала его изменить такой образ жизни, говоря, «Дитя мое, не изнуряй тело своего неупотреблением пищи, такое суровое воздержание может причинить тебе болезнь». «Не принуждая меня к этому, мать моя, — отвечал на этой отрок, — воздержание избавит меня от грехов». «Какие же грехи, дитя мое, — спрашивала мать, — имеешь ты, будучи в таких юных годах, одна благодать Божия в тебе, никаких грехов мы не видим у тебя». На это отрок отвечал матери, «Мать моя, перестань говорить такие слова, послушай, что говорит Писание. Пусть никто из людей не хвалится тем, что он безгрешен, без греха один только Бог. Еще пища и питье не приблизит нас к Богу. Посему не будем питать тело свое, чтобы оно не стало врагом нашим». Такими словами уговаривал блаженный Иоанн свою мать. «Хотя сам он был и неграмотен, но научен был данной ему благодати Святого Духа, как сказал пророк, «яко не познав книжное в ниду силу Господню». Псалом 70.15 После сего отец блаженного из села Пухово переселился в находившийся тоже в окрестностях Устюга город по имени Орлец на реке Юг и здесь скончался. Тогда мать его отправилась в бывший там монастырь живоначальной Троицы, приняла иноческое пострижение и вскоре избрана была игуменью этого монастыря. Все время она имела сына при себе. Но блаженный отрок, познав суету мира сего, принял на себя вид юродивого. И мать, видя, что он так ведет себя, предоставила ей его воле Божией. Юродивый, собственно, значит глупый и безумный. Так называются христианские подвижники, представляющиеся глупыми или странными из смирения и ради вечного своего спасения. После сего преподобный Иоанн ушел из монастыря и пришедший в город Устюг поселился вблизи соборной церкви Пресвятой Богородицы, честного ее успения, церковной сторожки. В бодрстве по ночам он возносил непрестанные молитвы Господу, а днем старался казаться людям юродивым и бегал по улицам, чтобы не узнали его притворство. Отдыхал он обыкновенно на навозе и ходил совершенно на гимн, только на пояснице носил одно разорванное рубище. Но когда случалось ему одеть на себя рубашку, то и она всегда была ветхой, и никогда он не мыл ее. Много терпел преподобный от легкомысленных людей оскорблений, насмешек и побоев, постоянно терпел голод и жажду, и при этом ни от кого ничего не брал. Однажды вследствие зимнего холода он влез в сильно раскаленную печь, лег в ней на горящие угли, как на постель, и нисколько от этого не пострадал. Кроме всего, он исцелил от горячки жену одного князя по имени Феодора, прозванного Красным, книгиню по имени Марию. Проведший так жизнь свою, блаженный Иоанн узнал о своем отшественнике Господу, помолился о всем мире, оградил себя крестным знамением и, легши на землю, предал святую душу свою в руки Божии. Это произошло в 1494 году на 29-й день месяца мая. Преподобный погребен был вблизи соборной церкви и творит чудеса тем, что с верой обращается к нему. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.